Всем привет, с вами Андрей Чент, и это мои странные пристрастия, где у людей, в общем-то, разные, ну, не то что фетиши. Я надеюсь, что вы смотрели мои выпуски, кто-то там феном любил спать, кто-то любил какую-то хрень жрать, и у нас сегодня новый выпуск, поэтому, если вы хотите, чтобы такие выпуски выходили, поддержите это видео лайком, и давайте же, в общем-то, начинать новую историю. Поехали. Дебби ни о чем другом не думает. О, высокий кисек. У тебя 22 кошки, не многовато? Нет. Я не справляюсь, это точно. О, как хорошо. Она больше заботится о них, чем о себе. То есть, коты лучше, чем люди? Они никогда не предадут. Мои странные пристрастия. Ну, сегодня вот нам показали двух героев. Ну, вроде и так трешово, как в других выпусках. Я из Нью-Йорка. Я чревовещатель. Привет. Как дела? Я помню, когда-то была девочка на американском талант-шоу, и она там, типа, тоже была чревовещателем, она пела. Она уже повзрослела, и она очень популярная была там в Ютубе, в ТикТоке. Иду ли я попить кофе или поужинать? Когда я в компании, друзей или спускаюсь в метро, мои куклы всегда со мной. Квинкл, квинкл, митл-стар. Я с ними выступаю в комедийных клубах, на частных вечеринках. Они работают. Нужно ведь на что-то жить. Людей это пугает. Они думают, что я сумасшедшая. Это Мэй. Привет. Мэй, ты пугаешь людей. Эйприл проводит с куклами по 12 часов в день. Я никогда не брошу чайного вещания. Давайте собираться, детки. У меня 8 кукол. Они мои дети. Это Мэй Уилсон. Расскажи о себе. Мне 17 лет. Хочу выступать в реалити-шоу. Это шеф «Коричневая булочка». Хочу быть кумиром Америки. Моё увлечение очень дорогое. Покупаем одежду, перевожу их. Хочу купить кровать. А то они спят в чемодане. Это не хорошо. А они обижаются. На куколу Эйприл тратит 2000 долларов в месяц. У неё нет постоянной работы. Она что-то может такие бабки тратить? Я доставляю поющие телеграммы. У меня нет постоянной работы. Ведь я всё время провожу с этими ребятами. Ну и девчатами. Эйприл увлеклась этим в школе. Я её младшая сестра. Я была в ужасе. Считала, что она меня перед всеми позорит. В седьмом классе пришлось не сладко. Я была толстая, носила брекеты, у меня были прыщи. Короче, депрессивный подросток. С тех пор и появились куклы. Как дела офицер Е? Они мне как друзья. Я им рассказываю, как прошёл день. Кто меня раздражает. Да, уже настолько кухо поехало, что ты рассказываешь уже куклам, как прошёл твой день. Даже не котам, куклам. Капитан-страдалец. А счета, всё приходит. Они для меня как психологи. Сэйприл тяжело общаться. Вместо общения один на один получается, что в разговоре есть кто-то третий. Привет, мистер Странность с рюкзаком. Из-за пристрастия Ейприл разрушились многие отношения. Когда мой бывший жених поставил ультиматум... Что, мы будем спать вдвоём, а не втроём? Такой, о, да, давай, давай, давай. Дорогая, можешь убрать эту куклу? Я не могу. Он пилит куклы. Было тяжело. Я беспокоюсь за неё. Люди её сторонятся из-за этих кукол. Я никого не трогаю. Никого не трогаю. Так что, отстаньте от меня. Три слова. Лейте мне отдельно. Меня зовут Дэби, я живу на Лугайлине. Ага, это вторая пошла, да? Так, ребята, кто проголодался? Я помешана на кошках. Кошки мои, всё. Идите сюда. Там причём котят, да хренище. Это ещё даже не кошки. Не могу назвать точную цифру, но больше двадцати. В детстве у меня была пара котов. Я единственный ребёнок, так что для меня они были как братья и сёстры. Мои лапочки. Было время, когда у меня не было котов, когда я только вышла замуж. Когда мой муж умер, всё изменилось. Коты дали мне смысл жизни. Коты занимают большую часть скромного дома, Дэби. Я не справляюсь, да. Постоянно кормить, чистить, кормить, чистить. Пять-шесть часов в день у меня уходит на котов. Я беспокоюсь за состояние дома. Не могу следить за кошачьими туалетами. Что вы тут наделали? На свале. Слишком много работы. Ну как-то у неё всё равно дома чисто, по сравнению с тем количеством котов, которые у неё. Но дома ещё не настолько у нас. Я устала. Я аллергик. А, я аллергик, и у меня... Дважды в год Дэби страдает от бронхита, как следствие аллергии на котов. Поэтому у меня их 37. У меня аллергия на котов, поэтому я их собираю. Она постоянно болеет из-за этих котов. Я бы хотела, чтобы их не было. Особенно зимой, когда я болею. У меня астма, которая становится всё хуже. Люди с аллергией на кошек находятся в зоне риска и анафилактической реакции, которая может быть очень опасной. Чем больше времени они проводят с аллергенами, тем больше шансов проявления такой реакции. Даже во время болезни Дэби убирает в доме, ходит в магазины. Кота для неё главнее всего, даже собственного здоровья. Когда я иду в зоомагазин, это целое событие. Каждые две недели я там закупаю полную телегу. Нужен наполнитель. Вот это и это тоже. А ещё игрушки, консервы. А в продуктовой ты ходила? Ещё нет. Она сначала накормит котов, а только потом уже себя. 231 доллар. Серьёзно? Хорошо есть кредит. Это только для котов, да? Это нужно кошкам, а я должна о них заботиться. Я хожу к мяснику, который специализируется на еде для животных. Он даже еду для людей не продаёт, только для животных. Привет, Дэби. Привет, Джо. Рада тебя видеть. Всё органическое, натуральное. Вот твой заказ. Отлично. Пять из курицы и пять из говядины? Да. Магазинная еда разрушает энзимы и питательные вещества, а сырая еда всё это даёт. Шёрстка у моих, Катя, шикарная. И им безумно нравится. Замечательно. Я вынесу. Спасибо. У мясника я трачу более ста долларов. Поэтому я очень много работаю. Дэби трудится на трёх работах, чтобы прокормить котов. Три работы – это разумного. Я трачу на них около 500 долларов в месяц. Это тяжёлое финансовое бремя. Я официантка в баре и двух ресторанах, и агент по недвижимости. Так много её времени и денег уходит на этих котов, что она лишена всякой социальной жизни. Она почти никуда не ходит. Коты являются помехой моей личной жизни. Немного мужчин любят котов, не говоря уж о том, чтобы встречаться с... Не, ну, не то, что котов не любят, когда просто их там 37... Это немножечко странно. А так, чё, любят котов. Просто 37. Я так понимаю, там и запах уже такой прям специфический в доме. А 37 котов. Такой, как я. Эйприл тратит 80 часов в неделю, работая с куклами. Это более 4000 часов в год. Кукла всегда при ней. Это смешно. Хорошо бы провести время только с Эйприл, чтобы куклу она оставила дома. Кого она этот раз взяла? Мэй, она хотела поздороваться. Привет, как дела? Хорошо. Мэй думает, что смущает мою сестру, а я считаю, сестра просто ревнует, что Мэй заняла её место. Положи руку мне в рот. Не хочу. Ну, положи, положи. А как на свиданиях? Ты же всегда с куклами. На первые свидания их тоже берёшь. Как сказала бы Барбара Уолтерс, заткнись. Нельзя так говорить с моей сестрой. Можно. Нельзя, можно. Можно поговорить с тобой, а не с куклой? Извини, у неё сегодня неудачный день. Я боюсь отношения. И Прилана... Короче, у неё там просто чуть-чуть эту куклу. Ухо поехало. Так сразу неловко. Тебе было бы легче, если бы ты с собой не носила эту тяжёлую куклу? Нет, Брэн. Всё, всё, пока. Я хочу быть хорошей сестра. Вот и всё. Извинись перед Мэй. Извини, Мэй. Чтобы не разругаться с ней, я не должна говорить «я» или куклы. Да. Дебби проводит 5-6 часов в день, заботясь о кошках. Дебби всегда была привязана к кошкам. Но когда их была всего пара, это было терпимо, а теперь страшно в дом зайти. Моя лучшая подруга, Сьюзан, беспокоится, что у меня много котов. А сколько их? Недавно новые родились, а вчера я взяла ещё одного. Они там ещё размножаются. 22. Зачем ты это делаешь? Не думала, что она дойдёт до 22. Похоже, всё зашло слишком далеко. Не думала, что ты будешь как старая бабуля, которая, получив пенсию, тратит чуть-чуть на себя, остальное на кошачьую еду. Ты неважно выглядишь. Я простыла. Хорошая отговорка. Я беспокоюсь о своём здоровье, я об аллергиях, но всё хорошо, всё под контролем. Хорошо, что она не попала до сих пор в больницу. Если здоровье слабое, зачем разводить столько животных? Она больше заботится о них, чем о себе. У тебя 22 кошки, не много ли? Есть число, на котором ты собираешься остановиться? Сейчас это максимум. Самое большое количество, которое у меня было. Ну, а ещё бы просто ложатся. Если бы кто-то сейчас принёс трикат, а ты бы отказалась? Нет. Даже в приютах есть лимит. Всё, мест нет. Мест нет. Было бы неплохо, если бы Дебби смогла поговорить с психиатром. Он бы объяснил, в чём причина её пристрастия. Ну, он сказал, что муж умер, ей стало скучно, нашла котов. Сум, я не против поговорить с психиатром, чтобы понять, почему у меня так много котов, а не один или два. Ты думала о том, чтобы проводить с ними меньше времени? Мама, ты обещала меня не доставать. Катя, мама. Это мешает тебе наслаждаться другими сферами жизни? Возможно. Приводишь мужчин домой? Нет. Мои странные пристрастия Меня зовут Эйприл, и мои куклы всегда со мной. Привет! Привет, как дела? Эйприл проводит большую часть дня, работая с куклами. Это мешает ей найти полноценную работу. Я могу быть с ними девять часов напролёт. Моё пристрастие мешает карьере, но я не могу прекратить делать то, что мне нравится. Посмотрите, как я летаю. Как мать, я беспокоюсь, что у неё нет медицинской страховки. Нет денег, она не может о себе позаботиться. Целыми днями об этом думаю. Пригласила меня в театр. Да, я пригласила маму. Посмотрит, как я репетирую. Мэй, я рада, что ты здесь. Я такая худенькая? Иди к чёрту. Не хочу осуждать твоих зрителей. Тебе нравится? Неплохо. Я хочу для своей дочери всего, чего хочет мать. Чтобы у неё были дети, муж, чтобы она жила полной жизнью. Ты думала о том, чтобы проводить с ними поменьше времени? Мама, мы это обсуждали. Ты обещала меня не доставать. Мне кажется, ты от этого устала. От кукол я не узнаю никогда. Никогда. Когда мама начинает об этом говорить, мне кажется, что это значит, ты не та дочь, какую я хотела. Я горжусь тобой. Ты замечательный человек. Мама, не плачь, у тебя тушь потечёт. И у меня тоже. Я всё время спрашиваю её, сможет ли она измениться. Она говорит, нет. Это расстраивает. Люди говорят, что я много времени провожу с куклами. Я гуляю по парку. Было бы неплохо, если бы кто-нибудь с тобой побеседовал. Помог бы тебе. Может, я и схожу к психиатру. Не хочу становиться безумной чревовещательницей. Кири-кири-кири-кири. В Америке говорят, кири-кири. Не кис-кис-кис. Кири-кири-кири-кири. А теперь вы знаете, как делаться в Америке. Не кис-кис-кис. Там даже кири-кири-кири. Меня зовут Дебби. Я сумасшедшая кошатница. Я также отлавливаю бездомных котов. Если кто-то нужен кот, в своем доме заблужден. О, боже, это номер один. Хорошо. Мы должны социализировать и... Вот мы сейчас увидели, как ловят котов. ...социализировать, чтобы привыкли к людям, а потом найти им дом. Мои друзья беспокоятся о том, как коты влияют на мою жизнь, поэтому я решила поговорить с психиатром. О психиатре. Как это началось? Расскажи. Ну, у меня всегда были кошки. Ты была единственным ребенком? Да. Что они значили для тебя в то время? Они всегда мне составляли компанию. Компания? Компания. А сейчас так же? Да. Живешь одна? Да. Замужем? Была? 17 лет. Муж умер. Сердечный приступ. Как ты справилась с его смертью? С этим нельзя справиться. Коты утешают ее. Это как зона безопасности. Она целиком на них полагается. Приводишь мужчин домой? Нет. Почему? Подумают, что я безумная кошатница. Это мешает твоей социальной жизни. Думаю, да. То есть, с котами общаться лучше, чем с людьми? Они никогда не предадут. Эйприл сегодня пойдет к психиатру. Интересно, что ей скажут, но то, что я всегда с ней. И Эйприл точно немного сумасшедшая. Я знаю, я же с ней живу. Сколько времени ты с ними проводишь? Много. Я всегда их беру с собой. Мы сидим на площади, люди с нами фотографируются. Я выступаю с ними. Зарабатываю на жизнь поющими телеграммами. Меня могут уволить, если я принесу их с собой. Ты к ним очень привязана? Да. Это Мэй Уилсон. Как дела? А Эйприл сумасшедшая. Я пришла, потому что боюсь за нее. Мэй похожа на тебя. Да, она в нашей компании плохая девчонка. Можем убрать Мэй и поговорить наедине? Пока, Мэй. Пока. Ты пришла, чтобы узнать, с чем связано твое поведение? Да, я думаю, что не оторвано от реалии. Я пришла убедиться, что это так. Ты считаешь, что у тебя есть проблема? Нет. Люди считают, что я провожу с куклами много времени. Ни с кем не встречаюсь. Мама говорит, что хотела бы, чтобы я меньше времени проводила с куклами, нашла бы себе мунжа, чистила сугробы, собирала листья. А я этого не люблю. Потому я переехала в город. То есть это не мешает твоей личной жизни и работе? Иногда мешает, но я спрашиваю себя, а ты точно хочешь быть с этими парнями, если им не нравится твое увлечение? Привет, красавчик! Это я тебе. Я люблю тусовки и не сплю. А у Эйприл нет парня. Я была помолвлена, но парень сказал, либо я, либо куклы. Я рада, что бросила его. Он же хотел поменять мою сущность. Я рада, что так вышло. А есть люди, которые негативно реагируют на Мэй? Все. Однажды я выступала на выставке, и парень пытался меня арестовать. Я с ним сцепилась. Всегда хочется сказать людям то, что я не думаю, но это было бы некрасиво. А когда это говорит Мэй, это как... Ну... Для нее это нормально быть такой. Она может быть плохой, и это круто. А я себе этого позволить не могу. Просто, короче, ей нравится прикрываться за куклу. Можно по морде кому-то дать. Это не я, эта кукла. Можно кого-то послать. На. Это ж как бы не я, эта кукла. Но реально это выглядит так. Ведь нет никаких последствий. Эти куклы и их личности содержат в себе ее собственные эмоции. Ее злость. Ее грусть. Ты слишком на них опираешься. Может, стоит найти другие способы самовыражения. Например, йога, музыка. Каково, что я буду предоставить денег? Я люблю бегать. Это меня успокаивает. Я рекомендую тебе обратить внимание на проблемы с выходом агрессии. Чтобы ты не выражала себя посредством кукол. И Эйприл нужно над собой серьезно поработать. Для нее очень важно найти свой собственный голос. Мои кошки – это часть моей личности. Когда я представляю себе жизнь без них, она пустая и скучная. Очевидно, что коты мешают ее нормальной жизни. Она думает, что коты – это лучшее, что ей в жизни, но это не так. Есть аллергия на котов? Да. Были приступы астмы? Да. То есть коты для тебя важнее, чем здоровье, важнее, чем ты сама, да? Да. Когда Дороти сказала, что я ставлю котов выше своего здоровья, я задумалась и решила, что пора притормозить. Если бы пришлось сократить количество котов, как бы ты это сделала? Лучше всего было бы больше не брать. Но для меня это сложно. Сложно? Да. Личность Дебби слилась с ее кошками, так что отдать кошек для нее равносильно тому, чтобы отдать часть себя. С ней надо работать медленно, понемногу увеличивая значение ее личности и уменьшая влияние котов. 23-го заводить уже не стоит. Согласна. Мне трудно о них заботиться, это причиняет неудобства моей личной жизни, так что тут есть над чем поработать. Буду стараться не заводить больше котов. Я себе заботиться тоже. Дебби планирует продолжить терапию. Она начала находить новые дома для своих кошек. Думаю, все прошло хорошо. Я кое-что узнала о себе. Не вижу причин отказываться от кукол или тратить на них меньше времени. Наоборот, я буду проводить... Я еще буду больше. Спасибо вам за помощь. Детками как можно больше времени. Гейфрил до сих пор проводит все дни с куклами. Но она оставила их дома во время последней семейной встречи. Ну, это не точно. Ну, такой вот выпуск. Я бы сказал, мы, конечно, бывали по трешове, но, как говорится, какой есть, такой есть. Но он далеко не последний. Поэтому дайте мне знать, и я с радостью с вами посмотрю другие выпуски, другие сезоны. А с вами был Андрей Чент. Всем пока.